Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Кирове 11.06 и в нашем эфире начинается традиционный для пятницы дневной разворот. Сегодня в студии я, Николай Голиков. Сегодня у нас в студии ведущая Елена Урмацкая. Здравствуйте. Мне предлагали по этому поводу изящно пошутить, но я пока не придумал изящные шутки. Лена сегодня дебютирует у нас в эфире. Но я думаю, что мы все вместе и поможем. И гость нашей студии сегодня Евгений Дрогов. Это председатель регионального отделения Союза Геральдистов России. Ну а еще более известен как председатель Союза Журналистов Кировской области. И я думаю, что вот из того самого слова Геральдика... Добрый день, Евгений. Здравствуйте. Из того слова Геральдика как бы можно понять и тему, которую мы будем сегодня обсуждать. Дело в том, что прозвучало такое предложение после очередного нашего Дня Победы, что, наконец, пора запретить коммерческое использование символики Победы. Озвучила его Валентина Матвиенко. Она сказала, цитирую просто так вот, «На мой взгляд, недопустима коммерциализация символов Победы, когда, например, георгиевские ленточки используются в рекламе или становятся чем-то вроде модного мема, без должного уважения к ним», сказала она в интервью газете «Аргументы недели». Поэтому мы предлагаем сегодня всем, кто нас слушает, поучаствовать в обсуждении этой темы, высказать свое мнение. Позвонить нам очень просто. Дозвониться по телефону 211-101. И мы, так сказать, ваше мнение с удовольствием выслушаем. Может быть, даже в чем-то с вами поспорим. Можно отправить нам смс-ку. Номер для смс 8909-720-101 и 0. Кроме того, у нас по случаю вот этой темы на наших сайтах, то есть в группе нашей ВКонтакте и на сайте «Эхо Кирова» размещен опрос. Опрос очень простой. Использование символики Победы в рекламе, оформлении товаров и услуг. И пять даже вариантов ответа. Меня раздражает, меня привлекает, меня злит. Я считаю это недопустимым. Ну и последний вариант ответа. Мне все равно. И вот как бы на начало нашего эфира результаты у нас пока такие. На нашем сайте ВКонтакте 44%, то есть самая большая часть ответивших говорит, что это их раздражает. 33% считают это недопустимым. Что касается нашего сайта, то здесь также лидирует вариант «меня это раздражает». И также точно второй вариант ответа. Это считаю это недопустимым. 16% считаю, что мне все равно. Лен, вот ты бы как ответил на этот опрос? Ну, знаете, в том переизбытке символики в частном использовании, в каком она есть сейчас. Потому что 9 мая, да даже еще 8-го и 7-го выходишь на улицу, там все машины абсолютно обклеены этими наклейками. С одной стороны, это здорово, что народ не забывает, что праздник действительно перерос границы событийного праздника, стал всенародным. Это замечательно. Но раздражает, когда это уже превращается в ползунки в виде георгиевской ленточки, там какие-то такие вот моменты. Я бы, наверное, ответила, что меня это раздражает. Вот Валентина Матвиенко предлагает это в законодательном порядке запретить. Вот Евгений, вы как специалист по таким вот знакам, символам, я же не знаю, как даже сказать, насколько это реально вообще? Ну, если коротко, если очень коротко, а я потом развернуто продолжу, то невозможно официально запретить то, что не существует официально. Тут, наверное, для слушателей будет интересно узнать подробности предыстории всей. Ну, то есть, если брать само понятие георгиевская лента, то георгиевская лента – это лента Ордена Святого Георгия, который был учрежден Екатериной Второй. Она очень гордилась и посячески демонстрировала, что она русская, она россиянка. Поэтому цвета ленты совпали с цветами государственного герба. Но на самом деле здесь еще есть такой тайный смысл. Эти цвета совпали с родовым гербом рода и княжества немецкого, из которого она происходила. Но это как бы случайно произошло. Ну, об этом мало кто знает, но на самом деле это не так важно. Важно то, что это был единственный орден Российской империи, который можно было получить исключительно за военные заслуги. То есть, либо за особые боевые доблести, либо за выслугу лет. И награждали исключительно офицерские чины этим орденом. И полных кавалеров Ордена Святого Георгия меньше, чем кавалеров высшего Ордена Российской империи в Ордене Андрея Первозванного. А полный кавалер это? Четыре степени. Четыре степени. Четыре степени. Ну, сначала была одна, потом ввели четыре. В начале XIX века ввели особый знак отличия Святого Ордена Георгия для солдатских чинов. Сначала тоже одна была степень. В середине XIX века появилось четыре степени. В простонародье его звали Георгиевским солдатским крестом. А в 1913 году это название даже было официально закреплено. Георгиевский крест. Солдатский Георгиевский крест. Потом была медаль за храбрость солдатская, которая тоже в 1913 году стала Георгиевской медалью. И в 1917 году история вот этой награды и этой символики, она прервалась. Возродилась она в 1941 году. И сначала она возродилась как... Ну, то есть даже не в 1941-1942, но в 1941 ввели понятие гвардейская часть воинская. Стали награждать воинские подразделения, которые особо отличились в боях. При защите нашей Родины. А в 1942 году для гвардейских частей морского флота была введена лента чередующихся золотистых, оранжевых и черных цветов. Для бескозырок матросов и для крепления на боевом знамени. То есть вот лента, как в таком виде, она появилась именно в военно-морском флоте сначала. Да, да. То есть именно в военно-морском флоте была введена такая прямоугольная металлическая колодка с натянутой лентой для ношения на кителе, как обозначение принадлежности гвардии. Хотя для всех был введен еще и знак. То есть все военнослужащие гвардейских частей получали знак, такая звезда в обрамлении лаврового венка с красным знаменем. То есть там цветов вот этих георгиевских не было. Но именно в 1942 году эти цвета впервые, эта ленточка названа гвардейской. Вот именно в 1942 году. Позднее стали, и было это закреплено законодательно, стали прикреплять банд в виде георгиевской ленты на знамена всех боевых частей, которые получали звание гвардейское. То есть георгиевская лента трансформировалась в такую гвардейскую ленту. В 1942 и 1943 году стали появляться боевые награды, новые для советского времени, которые имели много перекличек с дореволюционным временем. Известно, что советское правительство искало поддержку, легитимность в исторических корнях. То есть появились ордена Кутузова, Суворова и так далее. И появился в это же время солдатский, именно для солдат введенный первый орден, которым награждали солдатский состав, орден славы. И на колодке этого ордена появилась эта лента, тоже чередующихся цветов. Известно, что ношение наград может быть в прямом виде, то есть медаль или орден, а может в виде колодки с натянутой орденской лентой. То есть когда человек надевает колодку с этой лентой, это значит, что он награжден либо этим орденом, либо он имеет отношение к гвардии. И вот такой порыв, когда георгиевская лента стала общим местом каким-то, не все разглядели в этом что-то такое, что может быть не совсем соотносится с общей культурой, историей и правом. Потому что сегодня у нас тоже существует военный орден Святого Георгия, четырех степеней, он был возрожден в 2000 году, у него такая же лента. И человек, который награжден этим орденом, он может носить и знаки отличия, в том числе и на ленте, и ленту тоже, как на колодке, как знак принадлежности к награждению ордена. Так, Евгений, сейчас сделаем маленькую совсем паузу на 40 секунд, потом продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Наш дневной развод продолжается. Напомню, что сегодня у нас в гостях Евгений Дрогов, председатель регионального отделения Союза геральдистов России. И мы говорим об инициативе Валентины Матвиенко, которая предложила запретить коммерческое использование символики победы, в том числе Георгиевский лент, об истории которой как раз Евгений нам сегодня рассказывает. Жень, вот очень интересно было у тебя послушать историю Георгиевской ленточки и вообще с точки зрения Геральдики в России. Скажи, пожалуйста, то, во что сейчас, в общем-то, сейчас в многообразии использования вот этой символики вылилось, собственно, у нас на сегодня. Скажи, пожалуйста, общий культурный фон при этом. Вот как ты оцениваешь? Ну, смотрите, я пытался тут вспомнить в связи с последними событиями, когда это появилось в новейшей истории. У меня память глубилась где-то в середину 90-х годов. По-моему, это было 50-летие победы, когда в виде такого знака, ну, я даже не скажу, что это награда, но такой наградной значок. Да, вручали его ветеранам, помимо государственных наград, которые вручались, юбилейных. Ну, что-то вроде такого, юбилейного знака. То есть юбилейный значок 50 лет победы, который крепился на бант из Георгиевской ленты. То есть, мне кажется, корни были вот там. То есть идея была, ну, хорошая, как действительно символ. Тогда Георгиевская лента стала таким массовым, потому что вручали это массовый знак. Символ победы. То есть, вот общекультурный фонд здесь, наверное, на поздравительных открытках все помнят, да, которые друг другу все отправляли, где помимо цветов 9 мая, каких-то наград, и появлялась вот Георгиевская, Гвардейская тогда, Гвардейская лента, как символ военной доблести, особой военной доблести. Потом вот этот бант под значок, потом значка не стало, а бант остался. Я думаю, что здесь не было никакого такого специального умысла, да. И я думаю, что изначально люди, которые это придумали, возможно, ни о каком коммерческом успехе каком-то тоже не думали. Но и официальные органы, в том числе те, кто следит за соблюдением статусных вещей, да, есть статут ордена Георгия Победоносца, да, и так далее, то есть тоже не обратили, не придали этому какого-то серьезного значения. Ну, то есть это же хорошая инициатива, да. В общем, замечательно, что у праздника есть свой символ. Это же память. Но вот как к этому относиться, я тут хочу привести такую более понятную аналогию, да. Она может быть не совсем прямая, но для понимания. Вот есть правила русского языка, да, и нормы, которыми грамотные люди руководствуются, да. А есть люди, которые делают ошибки. То есть иногда это случайность, описка, опечатка, да. А иногда это систематическая ошибка, то есть человек так пишет. Ну, пишет кто-то в общем слитно. Мы как к нему относимся? Ну, мы пожимаем плечами, где вот неграмотно подмахтся. Да, кто-то подружески скажет, у тебя тут ошибка, да. Кто-то другой махнет просто. Кто-то не обратит внимания из вежливости, да. А кто-то вообще не заметит, потому что он сам так же пишет, он даже не знает, что это ошибка. То есть какие с точки зрения государства могут быть шаги? Запретить писать в общем слитно? Ну, можно, конечно, запретить, но это глупо, правда, потому что есть правила и нормы, да. Вот то же самое с использованием геральдических знаков, потому что геральдиковы, а наградная система в общем таком, в общемном смысле к геральдике тоже сегодня относится, хотя это немножко другое, да. То есть фалеристика там, наградная система как правовое пространство можно рассматривать. Вот есть нормы и правила, да, которые установлены и исторически сложились, и нормативно закреплены, которые в какой-то момент перестали строго соблюдаться, да. Ну, то есть человек не фиктивный орден на себя повесил, да, и не хочет чужих заслуг себе стяжать тем, что он такой бант из георгиевской ленты на лацком прикрепил. Но если глубоко посмотреть в этот смысл, то он возникает так или иначе. То есть его никто не осуждает, но и правового смысла какого-то в этом тоже нет. А когда это начинает приобретать массовый характер, поскольку это официально не вводилось, как это можно официально регламентировать? Практически никак. Начали придумывать правила, что давайте, вот, конечно, это хорошо, но давайте георгиевскую ленту не будем там привязывать ниже пояса, ботинки шнуровать. Ну, вот вроде на сумочку и антенну можно. Но когда эту ленточку начали на антенну привязывать, и она круглый год там висит и стрепалась, и грязная, вроде тоже нехорошо. Тоже нехорошо. Давайте и это тоже запретим. В этом году появились, опять же, такие же неофициальные правила ношения георгиевской ленты, давайте только на лацком пиджака. Ну, появляется вопрос. То есть если это официально не вводились, кто это официально будет отслеживать? Уже говорят про какие-то патрули, которые будут ходить и патрулируют. То есть чем дальше мы идем от общекультурной, исторической, правовой основы в, что называется, в народ, тем больше абсурда появляется. Жень, я вот тут хотела бы переключить немножко на другую еще тему. Любое обсуждение, которое касается такого праздника, как День Победы, это обсуждение непростое. Действительно, нет ни одной семьи, которая не потеряла бы близких на этой войне. Это праздник со слезой на глазах. У меня у самой и дед, ветеран, прошел всю войну, и бабушка прорывала блокаду изнутри. Я знаю, что пережила моя семья. При этом то, что мы сегодня обсуждаем по Георгиевской ленточке, я бы перевела еще в разрез коммерческого отношения к этому. Ведь, с одной стороны, то, что человек себе на лацком прицепил Георгиевскую ленту, он прочувствовал, он пережил. Это его принадлежность к празднику, к истории. Может быть, мы посмотрим с другой стороны на это. Как мы, вот, например, Жень, твое отношение к тому, что из этого делают бизнес? Ну, вот, Лена, ты абсолютно правильно говоришь о том, что обсуждение вот таких вещей, оно очень сложное. Потому что, действительно, я тоже хочу сказать о том, что в нашей семье 9 мая – это самый главный праздник. У меня дед по материнской линии погиб в 41-м году в октябре. Родители, мама и отец пережили в детстве оккупацию какое-то время. То есть чудом выжила семья. Были воевавшие родственники, которые вернулись, которые не вернулись. И, конечно, вот, сохранение памяти о погибших, мне кажется, это самое главное, что заключает в себе этот праздник. И, собственно говоря, это праздник в той степени, в какой его в советское время называли праздник со слезами на глазах. То есть это больше день памяти, чем, ну, какое-то празднование и гуляние, да. А у нас, к сожалению, сегодня память отходит на задний план, а вперед все больше и больше. Такая праздничная составляющая выходит. Да, какая-то карнавальная даже составляющая. То есть, ну, когда человек надевает военную форму, да, мы сразу вот эти смыслы начинаем прочитывать. То есть либо он военный, да. Если он не военный, возможно, он участвует в каком-то театрализованном представлении, да. А может быть, он актер, который играет в фильме, поэтому вот по роли ему необходимо эту форму надеть, и награды тоже. И никто в таком случае не приписывает ему эти награды как к личности вот этого актера, да. Здесь ведь то же самое получается. То есть мы хотим выразить свою память и любовь к празднику, свою дань уважения и почтения всем, кто прошел войну и погиб особенно, и кто был в тылу, и кто вообще невинно пал. Вот. Но при этом выражаем это таким образом, что со временем это приобретает какие-то, ну, не очень красивые формы. Не очень красивые формы. Я бы здесь, наверное, хотел сказать, есть такой сейчас термин, называется культура памяти, да. Вот недавно в галерее прогресса показывали фильм очень интересный под названием «Аустралийцы». Дело в том, что в Германии самые посещаемые туристические объекты — это концлагеря. И там вот как раз человек заснял просто, как в течение дня люди с семьями, с детьми приходят, туристы, концлагерь, как они делают там селфи, как они фотографируются, как они смеются и веселятся. И вот таким вопросом задался, собственно говоря, да. А вот как к этому относиться, да? У нас, в принципе, ситуация получается немножко такая же. То есть у нас как бы День Победы каким-то таким вот медленно-медленно вот за счет вот этой карнавализации превращается в вот такие Хэллоуин, знаешь, что ли. Ну, кстати, вот пример-то хороший привел. Появилось движение в Германии, которое своей деятельностью, в том числе в сети, хотело пресечь вот эти селфи в концлагерях. То есть они брали фотографию человека, который сделал селфи на фоне там… На фоне крематория. Да, на фоне крематория. И находили фотографию времен войны, когда рядом с крематорием лежит гора тел, предназначенных там, да, для сожжения. И показывали этому человеку, вот смотри на фоне чего ты сфотографировался. То есть это не просто здание, это не просто территория. Это определенный символ ужаса, войны. И есть вещи, которые, ну, как-то несовместимы, да. Никто на похороны не приходит в карнавальном костюме, правда. Никто на свадьбу в траурном костюме не приходит. То есть есть какие-то условности, которые в общекультурном смысле прочитываются благодаря общей культуре, прививанию, воспитанию, да, какой-то генетической памяти. Они прочитываются определенным образом. А когда нет четкой грани, постепенно это все размывается, девальвируется. Вот в такой период некоторой культурной девальвации мы, к сожалению, пребываем сегодня. Ну как вот, смотри, наверное, это не выход взять, вот как предлагают там что-то запретить. Я согласен, я согласен, что я сам вначале сказал, это была несколько провокативная фраза, да, что нельзя официально запретить то, что официально не существует. У нас нет официального символа победы в виде георгиевской ленты, потому что этого не может быть. Это не может быть официальным символом победы, который каждый может прикрепить себе на лацкан, пиджаках. Да, вот я все-таки хочу вернуться к вопросу коммерциализации символики. Жень, скажи, пожалуйста, свое отношение именно к аксессуарам, скажем так, уже во что превращается, именно как к бизнесу, именно как к аксессуарам. Вот смотрите, я думаю, что здесь уместно будет тоже аналогию привести. Когда были утверждены современные символы России, герб и флаг, была попытка у контролирующих органов, в частности у прокуратуры, у юстиции, следовать строго букве закона федерального о гербе и федерального закона о флаге. И были случаи, когда граждан наказывали за демонстрацию флага, например, России, которая строго по букве закона не предусматривалась. И была проведена большая работа, в том числе Геральдическим советом при президенте, из популяризации, с объяснением среди широкого круга населения, и с контролирующими надзорными органами о том, что если такое использование не связано с нарушением закона, с надругательством, с какой-то демонстрацией ненависти, вражды и так далее, то это является популяризацией государственных символов. То есть человек выражает... Наоборот, приветствовать нужно. Да, то есть надо это приветствовать. И вот это постепенно не пущать и наказывать, оно ушло в прошлое. То есть человек приходит на матч сборной России по игровому виду спорта и несет флаг с собой, как болельщик, который принадлежит к той же команде. Он, конечно, его купил. Этот флаг кто-то изготовил. Если есть на это спрос, то почему бы не появиться предложение? Другое дело, когда при изготовлении вот того же государственного флага появляется какая-то отсебятина, которая не имеет с реальностью ничего общего. Очень таким самым распространенным примером можно назвать, когда на государственный флаг лепят сверху государственный герб. И получается штандарт президента на самом деле. Но все сидят на трибунах и машут этими полотнищами. Но поскольку... Но еще иногда к государственному флагу, когда болеют не за сборную России, а за какой-то из клубов, там еще сверху ленту всего, в какой клуба прицепляют, чтобы совсем было по-российски. Я не знаю случаев, когда кто-то человека за это наказал. В лучшем случае кто-то подойдет и скажет, слушай, ну либо ты возьми нормальный флаг, ну либо тогда... Ну либо брейки надень, либо крест сними, по-русски говоря. Либо болотируйся в президента и поднимай штандарт президента там, где будешь находиться. Ну, то есть я немножко утрирую, но мне кажется, вот аналогия в мое отношение должна выразить. Ну что, мы опять привлемся на минутку на рекламу, потом вернемся в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот. В студии по-прежнему ведущие Елена Урмадская, Николай Голиков, наш гость Евгений Дрогов. И мы говорим сегодня о предложении Валентины Матвиенко, о запрете использования символов победы в рекламе и в прочих, скажем так, непристойных целях. И я думаю... Что ты смеешься? Нет, ну на самом деле, если посмотреть, где только не появляется эта символика, ведь интернет же полон этими примерами. Условно говоря, понимаю, там, ладно, еще на бутылке пива, я еще как-то могу понять. Нет, Николай, мой смех вызвало то, что ты рекламу назвал в ряду непристойных вещей. Только это. Но когда на самом деле уже там под день победы специфические торговые точки, типа салонов интим, начинают использовать в рекламе своей продукции знаки вот эти, да? Или когда там с фотографией, там, Москва же у нас город интернациональный, когда там, условно говоря, там не сказать афроамериканцы, а афророссияне, да? Вот идет афро-россиянин с этим знаменитым флагом «Спасибо деду за победу». Начинаешь думать, собственно говоря, наверное, дед у него тоже где-нибудь в Анголе воевал там. И, может быть, он тоже где-нибудь в чем-нибудь победил, но как-то это все равно идет какая-то профанация. В иностранном легионе французском, возможно. Вот, еще не поймешь, да, на какой стороне. Поэтому, как бы, когда возникают такие моменты некоторого кощунства, да, ну как это еще назвать? Назовем мне непристойно. Ну, я согласен, мы говорили о девальвации, да? Вот тут можно очень много примеров и аналогий для более такого глубокого понимания проблемы, потому что это проблема ведь на самом деле, для понимания проблемы привести. Ну, например, ценность награды меряется не только ее значимостью, да, но и, например, сложностью ее получить. То есть, чем сложнее получить награду, тем она ценнее. И тем, наверное, почетнее в глазах других она выглядит. А когда все имеют такую награду, да, то ее ценность уже... Размывается. Размывается. Вот то же самое с символом. Когда символ становится общим местом, он постепенно перестает восприниматься как символ. Он становится нечто, ну, чем-то обыденным. То есть, иногда это неплохо, но когда это приобретает уродливые формы, это уже становится, ну, неприятно, как минимум. Иногда человек не может объяснить, что конкретно его раздражает. Он не может выразить. Он где-то, может быть, подсознательно это чувствует. Но это, опять же, вопрос общей культуры, вот как вопрос языка. Чтобы знать язык, его нужно изучать. Так, ну, сейчас к нам присоединится еще один участник нашего разговора, Марина Сергеевна Сазонтова, депутат Законодательного собрания Кировской области, пятого созыва. Марина Сергеевна, добрый день. Добрый день. Марина Сергеевна, да, то есть вот мы обсуждаем как раз сегодня вот инициативу Валентины Матвиенко, которая предложила запретить использование символов победы в рекламе и в прочих коммерческих целях. Вот ваше к этому отношение какое, к такой инициативе? Ну, у меня, во-первых, инициатива разная. Что значит использовать и какую символику, когда сегодня используют вот этот от наградного от славы, ордена славы. А в принципе, вот если бы вы обратили внимание, как проходили колонны 9 мая, с какими флагами на победу шли и победа завоевана. А сегодня появляются флаги, которые к этому никакого отношения не имеют. Поэтому если коммерческие структуры используют бантики, это одно. А когда используется символика победы, это совсем другое. Безусловно, какие коммерческие? Если мы сегодня, кто-то выпускает календарики и так далее, это одно. Но, извините, на туалетной бумаге, когда появлялись, это уже абсурдно и неэтично. Поэтому везде должна быть мера и везде должно быть понимание, где границы порядочности, а где уже беспамятство. Марина Сергеевна, я с вами в этом совершенно согласен. Но вопрос так, как эту меру? Можно ли ее законодательно, например, установить, по вашему мнению? Законодательно? Ну, у нас это всегда, понимаете, законы. Я чуть-чуть отвлекусь. Даже в День Победы, хотя есть федеральные законы, есть областной закон об использовании копии Знамени Победы, но даже на областной прокуратуре, которая должна облюсти эти законы, Знамени Победы не было. Поэтому, если мы принимаем законы, вопрос, как они исполняются. А такими просто общими запретами все не решить. Здесь нужно просто как-то и общественное мнение в том плане отказываться от того, ну, как есть реклама. Ведь есть закон о рекламе, который неэтичный. Зачем еще новые законы? То есть, как бы, инициатива сама по себе, что вот можно что-то запретить, вы считаете, что это не совсем реально, да? Я и говорю, вы посмотрите, есть закон федеральный о рекламе. И там все четко прописано, что этично, что неэтично. Помните, у нас в области появились немецкое качество, там, какой-то салли рекламировали. До кого-то, значит, все-таки дошло, это убрали. Поэтому здесь должно вот действительно действовать относительно тому, что уже есть. А очередной запрет, мы уже это проходили. Спасибо большое, Марина Сергеевна, спасибо. Не за что, не за что, всего доброго. Всего доброго вам. То есть, как бы, тоже мнение, в принципе, совпадает. Вы знаете, тут вот Марина Сергеевна, я с ней абсолютно согласен, кроме одного момента, он тоже очень неоднозначный момент. Вот копия знамени Победы. То есть, когда приняли на федеральном уровне, специалисты очень сильно этому сопротивлялись, потому что здесь некий оксюмарон в этом. Я сейчас объясню, в чем он заключается. Ну, скажи сейчас заодно, что такое оксюмарон или оксюмарон, как правильно будет даже. Ну, парадокс. Ну, да. Попросту говоря. Противоречие. Да, противоречие. В соседних двух словах. Да, типа вот живой труп, это уже оксюмарон. Противоречие. Я объясню, в чем тут суть. Знамя, в отличие от флага, флаг — это полотнище, которое поднято на древке или на флагштоке, и вот в момент поднятия это полотнище становится флагом. Его сняли, оно функцию флага перестает исполнять. Знамя, в отличие от флага, существует в единственном экземпляре. Вот в боевой части, это знамя. Да, утрата знамени, рост в боевой части. Причем к знамени относятся все его элементы. Это древко, к нему прибито полотнище, это все наградные отличительные знаки, ленты, ординаты. То есть все, вся совокупность символики знамени, она уникальна и существует в единственном экземпляре. Если знамя утрачено, то расформируется воинская часть. Начальник ликвидируется. В этом смысле копии у знамени не может быть, в понятийном смысле. Но не стали слишком этому противодействовать в свое время, потому что это же память, это победа. Опять же, по тем же самым основаниям. То есть не пошли принципиально до конца, потому что побоялись, что осудят, что мы против празднования Дня Победы, что вот опять запрещать и так далее. Но это породило дальнейшую волну. В федеральном законе о копии знамени Победы написано, что государственные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления вправе в праздничные дни вывешивать копию знамени Победы на зданиях и так далее. Стали появляться региональные законы, обязывающие исполнительные органы власти, органы местного самоуправления в обязательном порядке использовать копии знамени Победы. Были попытки противодействовать. То есть в некоторых регионах прокуратура протестовывала, потому что эта норма противоречит федеральным законам. То есть она впрямую противоречит федеральным. А где-то на это закрыли глаза. Сейчас мы опять же пожинаем. А у нас в области-то что приняли? А у нас приняли подобный закон, скопировав его в других регионах, в нескольких, где обязали. То есть у нас, Марина Сергеевна, право прокуратура по областному закону должна была повесить. Но поскольку она попучтительствовала принятию этого закона, она должна теперь выполнять тот закон, который в свое время был принят. Либо тогда давайте его отменим, потому что это право. Хочешь? Используй. Таким образом, получается, что запретить использование символов в рекламе законодательно невозможно, потому что они еще законодательно не закреплены. Вот я об этом и говорил. С другой стороны, вот есть же в законе о рекламе очень много норм, которые как раз отсылают к вопросам моральным, к вопросам нравственным. И в общем-то их можно использовать даже в случае, скажем так, борьбы с таким неправильным использованием символов победы. Даже если мы эти символы победы официально не утверждали, но мы понимаем, о чем идет речь. И вот на таком уровне вот этой нормы законодательно можно использовать. Тут надо разделять еще, ну это невежество, какая-то форма невежества, либо это сознательная эксплуатация в коммерческом смысле. В коммерческом смысле в любом случае сознательная эксплуатация, потому что человек это делает, чтобы получать прибыль. Нет, если он знает и эксплуатирует, усугубляет. Нет, он знает, что есть спрос за такие штучки, что это усугубляет? Я шучу. Еще другой вопрос, кто-то ведь это и покупает. Да, вы знаете, мне очень понравились слова Марина Сергеевна о том, что во всем должна быть мера. Абсолютно. Это касается любого, а тут особенно. Так, я напомню, что у нас на сайтах наших был сегодня опрос. Мы в начале нашей программы озвучивали результаты, которые были. Вопрос очень простой. Использовать символики победы в рекламе, в скобках в оформлении товаров и услуг. Меня раздражает, привлекает, злит, я считаю это недопустимым или мне все равно. На нашем сайте, на нашей страничке ВКонтакте больших изменений не пришло. По-прежнему большинство утверждает, что это их раздражает. 44,8% даже цифра не изменилась. Но повысилось число людей, которые считают это недопустимым. А на сайте «Эхо Москвы» очень резко повысилось число тех, кого это раздражает. То есть у нас было порядка 40%, сейчас же 62,5%. И опять же снизилось число тех, кому все равно. То есть, видимо, все-таки поговорили мы не совсем напрасно. На этом, я думаю, наш сегодняшний день на этот разород будет заканчиваться. Поздравляю, Лен, с дебютом. Спасибо, Николай Владимирович. Присоединяюсь к поздравлениям. Спасибо. По-моему, получилось неплохо. Очень неплохо. Мы про Лену говорим. Конечно, конечно. У нас с тобой всегда все хорошо. Я еще вернусь в студию через 20 минут. Всем большое спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok